Привет всем, с вами Техноарена. Это видео будет посвящено сравнению двух смартфонов компании Xiaomi, а именно Poco F2 Pro и Mi 10 с целью выяснить, кто из них лучше. Для этого я сравню их внешний вид, экраны, камеры, производительность и другие параметры, чтобы определить победителя. Также я оставлю в описании под этим роликом ссылки на различные сервисы, где вы сможете самостоятельно сравнить стоимость этих смартфонов. Ну а перед тем, как я начну, попрошу вас, дорогие зрители, поддержать этот ролик своим лайком и комментарием. Также хочу напомнить вам, что на канале Техноарена регулярно выходит множество сравнений и рейтингов на различные смартфоны, которые могут быть вам интересны. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе того, какие смартфоны являются лучшими и где их можно приобрести по выгодной цене. Ну а тем временем начну в сравнении Xiaomi Poco F2 Pro и Xiaomi Mi 10. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Несмотря на то, что смартфоны производятся одной компанией, во внешнем виде у них нет практически ничего общего. Разве что размеры почти идентичные, но Poco F2 Pro чуть больше и тяжелее. Его вес составляет 219 граммов. Довольно увесистый аппарат и держать его приходится двумя руками. Экран у смартфона просто огромный, и что самое интересное, не имеет выреза под фронтальную камеру, так как она спрятана в корпусе и выезжает по команде. С одной стороны, такое решение расположения камеры удобное. Вырез в экране не будет отвлекать от игр и просмотра роликов. С другой, любители делать селфи и разблокировать смартфон по лицу будут вынуждены ждать появления камеры. Что касается расположения различных рабочих элементов на корпусе, то разработчики сосредоточили их на трех сторонах. Снизу находится микрофон, динамик, разъем USB Type-C, слот для сим-карт, сверху выдвижная фронтальная камера, инфракрасный порт, микрофон и разъем для наушников. А на правой стороне у смартфона расположились кнопки регулировки громкости и включения. Ну а сканер отпечатка пальца разработчики поместили в экран. У Xiaomi Mi 10 расположение рабочих элементов на корпусе практически такое же, как у соперника. Отличие только в том, что вместо выдвижной фронтальной камеры на верхней грани смартфона расположился динамик, а разъем для наушников вообще отсутствует. А еще огорчает то, что в смартфоне есть место только для одной сим-карты. Экран у Xiaomi Mi 10 безрамочный и фронтальная камера расположена прямо в небольшом круглом вырезе. Размеры выреза небольшие, так что неудобств при просмотре видеоиграх он не вызывает. Также в экране смартфона имеется сканер отпечатка пальца. С тыльной стороны смартфоны отличаются более сильно. У Xiaomi Poco F2 Pro круглый фотомодуль с четырьмя камерами, под которым расположена вспышка. На фоне смартфонов от других производителей, которые ставят вертикальные и прямоугольные модули, смотрится это довольно оригинально и выделяет Poco F2 Pro. Что касается расцветок, то для покупки смартфон доступен в белом, черном и сине-зеленом вариантах. У Xiaomi Mi 10 камеры сосредоточены в левом верхнем углу и три из четырех объединены в вертикальный модуль, который довольно сильно выступает над корпусом, отчего смартфон неустойчив, когда лежит на столе. Поэтому рекомендую сразу приобрести к нему чехол, если решите покупать этот смартфон. Вариантов расцветки корпуса у Xiaomi Mi 10 меньше, чем у соперника. Xiaomi Poco F2 Pro получил экран диагональю 6,67 дюйма с матрицей Super AMOLED. Он имеет отличную цветопередачу и широкие углы обзора, а в настройках смартфона присутствует возможность регулировки экрана под свои предпочтения. Плюс к этому есть функция Always On Display, темная тема, а также специальный режим для чтения. У Xiaomi Mi 10 тоже экран диагональю 6,67 дюйма и с матрицей Super AMOLED, который имеет множество вариантов регулировки, отличную цветопередачу и широкие углы обзора. Но в отличие от соперника он имеет частоту обновления 90 Гц, обеспечивающую более плавную анимацию. В то время, как у дисплея Poco F2 Pro она составляет 60 Гц. В качестве программной платформы в обоих смартфонах используется 10-я версия операционной системы Android с фирменной оболочкой MIU. Данная оболочка имеет приятный и удобный в использовании интерфейс, который нравится многим пользователям, есть поддержка жестов и работы одной рукой, функции разделения экрана и темная тема. А еще в ней можно детально настраивать отображение информации в режиме Always On Display, менять местами элементы управления и добавлять виртуальные кнопки. Также в ней имеется выделенный режим работы, например, игровой. Правда, для этой оболочки характерна реклама и множество ненужных приложений. Но отключить рекламу и удалить ненужные приложения не составляет труда. Основная камера в Xiaomi Poco F2 Pro получила 64-мегапиксельный сенсор. Он обладает довольно высокой светосилой, поэтому даже в сложных условиях снимки на основную камеру получаются очень хорошего качества. Кроме того, в темное время суток смартфону помогает ночной режим. Из других объективов в смартфоне стоит отметить 5-мегапиксельную макрокамеру, которая позволит добиться по-настоящему впечатляющих снимков крупным планом. Ну и фронтальная камера смартфона с разрешением 20 мегапикселей тоже демонстрирует отличное качество снимков даже в сложных условиях. Так что любители селфи смогут делать красивые фото в одно нажатие. Что касается видеосъемки, то Xiaomi Poco F2 Pro демонстрирует впечатляющую функциональность. В нем есть возможность записи видео в 8К 24 или 30 FPS и доступна съемка в 4К с частотой до 60 кадров и стабилизацией. Кроме того, есть функция блок, благодаря которой можно на ходу клеить ролики для социальных сетей, имеется бьютификатор и возможность съемки видео с размытым фоном. Так что Poco F2 Pro станет отличным помощником для съемки видеоклипов. Xiaomi Mi 10, как и его оппонент, имеет 20-мегапиксельную фронтальную камеру, которая позволит делать яркие и четкие селфи-снимки, не требующие постобработки. Но в отличие от соперника, Mi 10 может похвастаться 108-мегапиксельной основной камерой, которая позволит делать фотографии в сверхвысоком разрешении и снимать видео в 8К 30 FPS со стабилизацией. Фотографии на основную камеру получаются довольно хорошего качества, а для съемки в темноте имеется ночной режим, не уступающий флагманам от более именитых производителей. Остальные же камеры в смартфоне стоят больше для галочки. Ни сверхширокоугольный модуль, ни датчик глубины, ни макрокамера не могут похвастаться высоким качеством снимков. Поэтому Mi 10 могу порекомендовать, если хочется получать снимки и видео в сверхвысоком разрешении. Ну а любителям съемки и близкого расстояния больше подойдет Poco F2 Pro. В обоих смартфонах установлен процессор Snapdragon 865, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу, который дополняет 6 или 8 гигабайт оперативной памяти и графический процессор Adreno 650. Такой мощной начинки хватает не только для быстрой работы системы, но и для любых мобильных игр на максимальных настройках. Такие игровые хиты, как PUBG, Asphalt 9 и Call of Duty работают без нареканий. Оба смартфона не имеют возможности установки в них карты памяти. Но, скорее всего, она и не потребуется, так как внутренней памяти у Poco F2 Pro и Mi 10, в зависимости от версии, может быть 128 или 256 гигабайт. В плане связи оба смартфона могут похвастаться поддержкой 5G. Пока что это не актуально, но на перспективу будет полезно иметь в смартфоне такую возможность. Также в Poco F2 Pro и Mi 10 есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC-модулей. А еще каждый из смартфонов имеет инфракрасный порт. Xiaomi Poco F2 Pro получил аккумулятор емкостью 4700 мАч, которого хватает на целый день активного использования без особых проблем. Даже при интенсивном использовании смартфона вряд ли потребуется искать розетку, чтобы восполнить запас батареи. А если такое все-таки случится, поддержка быстрой зарядки восстановит заряд батареи на 100% всего за час. Поддержки беспроводной зарядки у смартфона, к сожалению, нет. Емкость аккумулятора у Xiaomi Mi 10 чуть больше, чем у его оппонента 4780 мАч, но разница несущественная. Если не использовать смартфон в режиме 90 Гц, то батареи без проблем хватит на целый день. Ну и, конечно, в Mi 10, как во флагмане компании, помимо быстрой зарядки, есть еще и беспроводная. Я собрал самые распространенные отзывы владельцев и сейчас расскажу, что нравится и чем недовольны люди в этих смартфонах. Начну с негатива. Отрицательные. Xiaomi Poco F2 Pro. Большие размеры и вес. Нет слота для карты памяти. Сильно греется во время игр. Xiaomi Mi 10. Слот только для одной сим-карты. Большие размеры и вес. Нет слота для карты памяти. Положительные. Xiaomi Poco F2 Pro. Большой и яркий экран. Высокая производительность. Долгое время работы. Быстрая зарядка. Xiaomi Mi 10. Высокая производительность. Есть быстрая и беспроводная зарядка. Камера на 108 мегапикселей. Большой и яркий экран с частотой 90 Гц. Время подвести итог. В этом сравнении победу одерживает Xiaomi Mi 10. В отличие от соперника он имеет 108 мегапиксельную основную камеру, частоту обновления экрана 90 Гц и поддержку беспроводной зарядки. Правда, есть и недостатки. Отсутствие разъема для наушников и возможность установки только одной сим-карты. Xiaomi Poco F2 Pro таких недостатков лишен. Напишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы бы купили и почему. Напомню, что сравнить их стоимость вы можете на сайтах, ссылки на которые будут в описании. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техноарена. Субтитры сделал DimaTorzok